Пускай в хайлайт пойдет. Все, что здесь происходит, это такая вот святая-святая в Москве того, как он сейчас точит мандродвижение на очень высоком уровне. Ну, это понимаешь, что 10 и 8 – это первый вопрос, да? Первый вопрос про Бога сразу. Как делать для девушек славы и денег? Ну, вроде как любому понятно. Как это делать для Бога? Тема выступления музыка меняет жизнь. Научный подход. Ты не знаешь этого факта во мне, но я тоже занимался в Балинии. Наша задача – подвести людей именно к этой точке, чтобы как раз человек начал задавать правильный вопрос. Если посмотреть, ну, как бы наша роль такая вот, как клеточек у тела, ну, сколько здесь? Ну, на фоне нужно слушать мантры, естественно, когда, да. От 108 лет? От 108 лет. Первые слова «ты врубаешься» означали совсем не то, что раньше. Было, во-первых, понимание, что мы не венец творения. Вот это факт. То есть есть явно что-то выше. Значит, к этому выше можно как-то обратиться. Мы вернулись к истокам – древним мантрам, киртанам, баджанам, чтобы переосмыслить их в современной аранжировке и связать прошлое и настоящее. Для меня и моей команды мантра музыка – это больше, чем музыкальное направление. Моя цель – поменять стереотип о том, что слова мантра или мантра музыка имеет образ чего-то очень устаревшего, далекого от современной реальности, от мейнстрима или совсем не модного. Для меня это возможность транслировать вечные ценности через музыкальный формат, ведь музыка – это универсальный язык общения на уровне души и сердца. Сейчас 108 Рекордс – это международный мантра-лейбл со своей студией звукозаписи в Москве, а также студией в городе Майпур, Индия. Миссия 108 Рекордс заключается в распространении мантра музыки и философии, который стоит за мантрами. Доброта, любовь, сострадание, человеколюбие, желание помочь сделать мир лучше вокруг себя – все это емким образом зашифровано в древних текстах, которые были написаны более 5000 лет назад. Спасибо большое всем тем, кто воскресное утро начинает вот так. Еще больше спасибо тем, кто традиционно его начинает таким образом. Мне нужно хоть что-то сказать о том месте, где я нахожусь, потому что для человека простого, когда он заходит в место, где на стеллаже висит 12 гитар, он понимает, что эти ребята настроены серьезно. И вся студия здесь как такой, знаете, космический шаттл. Здесь очень много каких-то таких девайсов с большим количеством незнакомых кнопок, вот как вы в футуристическом фильме оказываетесь. И ты невольно понимаешь, что это точно здесь не для показухи. Ребята очень серьезно настроены, чтобы взять лучше от возможности техники, привнести туда дух, привнести туда душу, что они делают в рамках мантры музыки. Но мы сегодня далеко не только об этом поговорим, хотя Саш Титов, безусловно, известен в осознанных кругах больше, как основатель мантры лейбла, но у него есть еще куда более богатая жизнь. Я не буду упоминать автомобильного концерна, где он сейчас сотрудится, но в прошлом он был руководителем по маркетингу и коммуникациям в компании Toyota. Здесь, наверное, не нужны какие-то комментарии. И вот этот вот профессионализм и те скиллы, которыми он обладает, теперь уже помноженные на поиск истины, поиск бога, поиск каких-то более высоких вибраций, он привносит вот в эту среду, где они делятся музыкой принципиально более высоким порядком. Но я надеюсь, что мы сегодня не позволим ему спрятаться позади прекрасной студии 108 рекордс. Мы попытаемся соприкоснуться немножко больше с ним еще и как с личностью. Ну и, собственно, я больше буду общаться с ним, но я благодарен каждому из вас, что вы тоже сегодня с нами здесь. И ближе ко второй половине будет возможность задать какие-то вопросы. Поэтому, как обычно, в канале «Вдохни, жизнь по-новому» вы можете в окраинном сообщении оставлять какие-то комментарии, если там что-то отвлекается. Мы будем это видеть. И позже, повторюсь, задать вопросы. Кстати, очень интересно, что ты сказал про привнесение каких-то новых технических улучшений. Собственно, мне кажется, вот текущий эфир, он тоже говорит о том, что звук пишется хорошо, ты находишься на студии. Я думаю, что очень хорошо слышно. Я, кстати, чуть-чуть переживаю, потому что, видите, я человек более простой. Мне в этом смысле было проще, когда я знал микрофон компьютера записывать. Но я сейчас уже с верой в то, что вы нас слышите хорошо, и прям полностью погружусь в беседу. Ну, в общем, наверное, я просто попрошу тебя немного рассказать. Ты выглядишь как человек очень профессиональный, понимающий, знающий толк жизни. И зачастую это очень сильное обобщение, но я его сделаю всё равно для какой-то точки старта. Зачастую люди, которые имеют всё и как бы активно манипулируют материальной энергией в целом, добиваются больших результатов. Есть такой момент, ну, как бы отдаления, что ли, от Бога понимания, что вот я здесь контролирующий, я здесь всё могу. Давай немножко посмотрим тогда на жизнь, условно говоря, до и после, потому что, я так понимаю, там есть некая такая довольно понятная разделительная линия. Просто, может быть, расскажи немного, как это всё было. Да, ну, это, понимаешь, что 10 и 8 – это первый вопрос, да? Первый вопрос про Бога. Сразу, для пущего драматизма. Да, окей. Я начну, знаешь, как? Мы сейчас недавно с ребятами вернулись из Абрау-Дирсо, были на фестивале «Равновесие». И там я познакомился с руководителем медиахолдинга «Вегетериан» «Раса неполитанская». И так получилось, что стал героем будущего журнала, который сейчас выйдет. «Вегетериан». Через неделю, да. И мне пришлось, вот, собственно, отвечать на вопросы. И как-то вот вообще, вот, ну, наверное, один из первых вот таких вот серьезных, что ли, да, интервью, когда нужно было как раз вот переосмыслить вообще вот всё, что на самом деле происходило за всё это время. И, как ты сказал, действительно, то есть был вот этот водораздел. До 33 лет я был такой атеист, причём воинствующий атеист. То есть, причём, как бы, то есть всё, что было связано с религией, с церковью, с какими-то догмами, то есть меня это очень сильно поднимало какие-то бурю эмоций. И хотелось просто вот, ну, максимально себя растождествить вообще вот со всем вот этим. И... Тогда мне самому уже интереснее становится, потому что не знал, что был как-то такой воинствующий. Да, да, да. То есть это именно было вот, ну, прям такая у меня была очень война, что ли, да, вот со всем этим. И, ну, параллельно шла вот эта вся материальная, скажем, жизнь, как она обычно происходит, карьера и так далее. И мне казалось, что это я вообще всем управляю. То есть вот я независим. Вообще всё, что происходит в моей жизни, это вообще вот я добился, я сделал. И вот как раз вот для... Почему я начал с Вегетариум? Потому что я... Мне удалось, мне кажется, вот в этом интервью сформулировать таким образом, что вообще происходило. Чтобы, во-первых, не нужно было маркировать, например, твою передачу 18+, но в то же время как бы дать понять, что вот, ну, что вообще действительно происходит. Что было разное. Что было разное, да. Вот. И работы было очень много, и хотелось как бы... То есть было очень много стресса. Хотелось определенным образом снимать этот стресс. И вот в этом мегаполисе, в Москве, очень сложно уловить вот эту грань, где отдых уже начинает, ну, не отдых, а уже просто наносит определенный вред. И это просто было какое-то вот такое, знаешь, ну, вот просто колесо, из которого нельзя было выйти. То есть ты работаешь, потом тебе нужно было отдыхать, снимать стресс, потому что в тот момент не было каких-то таких, как я уже сейчас понимаю, жизненных ценностей твердых. Не было мировоззрения, на которое можно было опереться. То есть именно вот это то, что могло бы спасти, да, вот в тот момент, и могло бы... Ситуация могла бы развернуться по-другому. Я себе тоже какие-то пометки буду делать, чтобы тебя не перебивать, какие-то моменты потом подсветить. Да. Вот. И, собственно, вот вся эта гонка, она привела к очень такому... Я был очень сильно эмоциональный измот. Очень было... Я был, ну, по сути, несчастен, потому что, ну, вот не было выхода вообще вот из этого круга. То есть ты не мог остановиться работой, ты не мог остановиться, да, чтобы вот отдыхать, так сказать. Вот. И это все привело к тому, что... Ну, у меня была достаточно хорошая карьера. Привело к тому, что я просто ушел с работы и где-то порядка полутора лет занимался тем, что просто искал какие-то смыслы, искал какую-то вообще возможность опереться вообще хоть на что-то. Потому что я понимал, что... Ну, вот явно должна быть какая-то цель у всего этого. То есть явно должны быть какие-то... Какие-то должны быть ориентиры. То есть в тот момент прицелы были сбиты вообще абсолютно, и я реально не понимал, куда я иду. Да, я, может быть, чуть-чуть здесь остановлю тебя, потому что этот момент интересен. Потому что строго говоря, то, что ты сейчас описал, но особенно вот для мужской части, которая будет смотреть онлайн или в записи, это некая такая... Ну, может быть, это не абсолютный предел мечтания, но это прям существенная планка. То есть ты в крупнейшей автомобильной корпорации на очень высокой должности, определенно с очень высоким чеком зарплатным. Очевидно, ну, я не знаю, ну, практически все ты мог себе позволить вот из того, что там 99% вот оно доступно. Ты можешь попытаться сейчас, глядя назад, посмотреть, когда ты говоришь несчастен, очевидно, что было куча всего, что давало удовольствие. Вот что это за два мира? Потому что зачастую удовольствие в глазах людей и есть счастье. Вот чего там не было? То есть как ты это сейчас, смотря назад, чувствуешь, как вот в чем была несчастность в ситуации? Хороший вопрос. Ну, действительно, было все. То есть было... Даже на самом деле, мне казалось, было очень много отношений, иметь в виду какие-то связи дружеские. Сказал, что вот я... Это прям вот король мира. Все вот вокруг как бы со мной хотят дружить, общаться. Но вот сравнение, чего именно не хватало, какой-то, может быть... Ну, скажем так, тогда я этого не понимал. То есть тогда было просто вот это какое-то эмоциональное какое-то напряжение, которое невозможно было снять никаким образом. То есть ты вот... Ты либо... Так два режима, да? То есть ты вот как бы работаешь, ты отдыхаешь, и причем как бы ты понимал, что вот этот отдых, он как бы законен, потому что ты вот очень сильно работал. И вот сейчас я просто понимаю, что не было какой-то у этого всего цели какой-то очень такой понятной для меня, куда можно было вообще вот к чему стремиться не в плане материального достатка, а вот что-то больше, чем вот... То есть в тот момент были некие цели, ну, условно говоря, извне, потому что ты был внутри компании, а значит, это графики, это каждый Новый год нужно стремиться. То есть вот отсюда, видимо, был сильный стресс, потому что нужно было добиваться, нужно было выполнять вместе с командой эти запредельные вещи. Но вот какая-то цель, которая как бы твоя личная, да, которая прям... Ты просыпался и думал бы об этом, что, я думаю, происходит зачастую сейчас. Я уверен, что ты просыпаешься, и ты... Кстати, хорошая мысль, на самом деле, я вот сейчас говорю тоже своим сотрудникам, что если ваша жизнь это равно работа, и ничего дальше не происходит, то это большая, на самом деле, может быть проблема в дальнейшем. Потому что, ну вот, если так разобраться, то работа – это одна из тех ролей, которые ты выполняешь. То есть есть, например, центр, да, с которым тебя питает всячески. То есть это, ну, допустим, скажем, какой-то духовный центр, да, духовное я. И есть другие какие-то твои субличности, которые там я на работе, я семьянин, я там еще где-то, да. И если вот эта вот субличность я-работа, она, значит, становится в центр, да, и она как бы замещает, на самом деле, вот все такое существование. И вот в этом, мне кажется, перекос. Ну да. И не имеет для этого как бы и силы, потенции, чтобы насытить то, что должен делать центр. Да, 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 да. Именно, ну, то есть и сейчас я понимаю, что вот если есть вот этот духовный центр, который как раз твое истинное я, ты как бы об него калибруешь все остальные свои роли, свои субличности, ну, так, если прям совсем, да, научно говорить. Потому что вот совсем недавно ко мне, у нас не был разговор с сотрудником, он попросил поговорить лично о своих, о своем как бы вот отношении к работе. Он говорит, что вот, слушайте, вот так столько задач, сколько и было. Ну, вот раньше я выполнял их с энтузиазмом, а сейчас я чувствую, что у меня вот какой-то вот, ну, столько опять задач, опять мне это нужно делать. Я ему сказал о том, что, ну, посмотри, на самом деле, что происходит вообще вот с твоей жизнью. То есть вот с точки зрения жизни у тебя здесь мотивация, она существует, есть. И вот эта мысль, она вообще просто, ну, поразила. То есть это просто кувырок, да, такой. То есть подожди, стоп, я вот тебе рассказываю, вот моя жизнь. Вот моя работа, да. Вот, да. То есть, а когда ты смотришь, вот, а в целом у тебя, что тебя вдохновляет в жизни, да, что тебя вот именно драйвит. Потому что, ну, работа есть работа, ты работаешь, обеспечиваешь себя, семью там в дальнейшем. Ну, на самом деле, а вот кто ты на самом деле? Вот это, как бы, мне кажется, очень важно. И в тот момент у меня, ну, не было ничего. То есть мне казалось, то есть в материальном мире вот эта подмена и происходит. Потому что, кажется, материальный успех – это вот всё. Соответственно, карьера, то есть такой экзистенциальный рост. Вот. Но все забывают вот именно про этот центр. И как в тот момент, то есть ты же уже был женат, да? Вообще, как долго ты уже человек семейный? У тебя, я так понимаю, был ребёнок в то время. И что это было для них, когда, ну, то есть, условно говоря, до этого тебя не было всё время дома? Ну, как бы. Не то, чтобы всё время, но вот ты на работе, это некая твоя жизнь и всё остальное. И тут ты на два года оказываешься дома. Или уж не перманентно. Да, полтора года. Как это было для них? Что это вообще было? Как эти отношения, что ли, заново возникали? Потому что, очевидно, два совершенно разных мира уже было. Ну, надо дать должное моей супруге, потому что она очень такой, действительно, партнёр по жизни, который может поддерживать и вдохновлять. И это было непростое время, конечно же. То есть, непростое время было, которое привело к этому кризису. И выход из него был достаточно сложный. Но мне удалось, ну, то есть, как будто мне вот дали возможность воспользоваться этим временем. И супруга, в том числе, всячески поддерживала в этом. Но было непросто, конечно. То есть, ну, понятно, что особенно женский колон очень, как сказать, привязан к благам и комфорту. Конечно, это переживание такое очень, что будет происходить в дальнейшем, оно было. Вот, но, да, и причём, кстати, вот мой сын, он сейчас разделяет вообще, вот у него как бы тоже такой водораздел. То есть, с ним разговариваешь, он говорит, я говорю, Никита, а когда это вообще было? Он говорит, ну, пап, это в то время, когда ты не верил в Бога. То есть, для него, я понимаю, что для него это произошла просто, ну, такая реализация. То есть, на его глазах человек изменился, ну, буквально, вот, ну, очень существенно. Давай тогда поймём, вот эти полтора года, это условно и было таким, ну, может быть, гусеница в бабочку будет громко сказано, но это и было той самой разделительной линией. Это было в одночасье, или ты начал что-то читать, куда-то ходить, потому что, чтобы мне... Почему там, про воинствующие атеиста? Мне это близко, потому что у меня отец, он такой, как бы, вот, парадигм. Поэтому я в целом очень хорошо понимаю, как ты мыслил тогда, какого рода идеями, что ли, жил, как бы подача была. И я понимаю, чтобы произошла вот эта трансформация, ну, это прям чудо должно произойти. То есть, это реально должно что-то, что-то... Я уж не знаю, новые эмоции, новые встречи, новые люди. То есть, какие-то вещи должны были начать плавить, как бы, вот этот камень, который там даже близко не подпускал, какие-то подобные мысли. Вот что это было? Ты начал читать, я не знаю, там, Конфуция, или там, Лао Цзи, или... Я не просто так их называю, потому что там Китай, Буддизм, то есть, всё-таки, какие-то такие вещи, но более понятные для атеиста. Ну, окей, там нет Бога, но есть ум, как бы, с этим я ещё согласен. Есть медитация, окей. Ну, то есть, как у тебя вот это будет происходить? Я был... Нет, ну, у меня... Я был вообще далёк от всего, чего... Всё, что связано с эзотерикой, с философией, с какой-то религиозностью. Ну, прям вообще, я к себе это никак не подпускал. И поскольку не было знания, очень легко быть таким воинствующим, да, человеком и говорить, что всего этого нет. У нас был в компании, в тусовке, так скажем, товарищ, теперь мой друг, Алексей Пигуренко, который, по-моему, ты тоже его знаешь. Здаковый, да. Да, он как раз вот, в принципе, у нас был одинаковый образ жизни в своё время. И он затем пропал из нашей тусовки. И, как многие говорили, ну, ушёл в септу какую-то. Вот, у него изменился контент на Фейсбуке. Он начал выкладывать, значит, какие-то мантры здоровья, мантры любви, мантры счастья. А я, поскольку был подписан на него, ну, какие-то всплывали, я думаю, ну, понятно. Алексей куда-то там его занесло. Причём, опять же, я просто знаю, потому что у отца ближайший его партнёр по бизнесу в какой-то момент начал выкладывать церковные какие-то изображения. То есть вот прям, ну, вот ровно то же самое. Я понимаю, что он говорит, как он это видит. И как бы он вроде по-прежнему уважает человека, но он как бы явно ощущает, что, ну, вот, куда-то не туда его принесло. Не туда, абсолютно. Ну, то есть это абсолютно какая-то сектанская такая по ощущениям была история. И затем он выкладывает видео, называется «Найдена неизвестная часть человека». То есть, ну, вот сам, как бы, вот заголовок уже, да, такой интересный. И это видео, интервью Адриана Крупчанского в клубе «Баланс». Ну, я подумал, ну, ладно, послушаю, что там Лёша опять там выкладывает, в общем. И начал слушать. А поскольку Адриан Крупчанский, это вот автор книги «Вечные ответы», он максимально логичный человек. То есть он настолько всё вот укладывает вот именно в своих рассуждениях. А у меня ум очень такой стратегический и очень логичный. И он вот, он как бы вёл это. И сейчас, извини, я упомяну, потому что Адриан Крупчанский, он был одним из гостей нашего эфира, можно посмотреть в записи. И это как раз, ну, в этом смысле тоже человек одного, что ли, кроя. Он очень успешен со своей компанией «Нота Медиа». Они... Ну, ладно, можно посмотреть об этом в эфире. И, да, продолжай. Так вот этот был человек, который как бы, да, своим подходом, как бы некая его последовательность мысли или того, как он это подавал, она у тебя резонировала. Да, да, так вот он подводил, значит, он рассуждал, рассказывал, значит, а что за... В общем, он подвёл вот эту неизвестную часть человека, это душа. И меня это настолько поразило, то есть он это как бы выявил, где-то в конце уже видел, то есть он как бы подогревал, подогревал, в общем, вот ввёл эти рассуждения, и в итоге он сказал, ну, это мы душу ищем. Да, то есть вот как-то вот так вот он это... Меня настолько это поразило, это было, не знаю, там, что-то там, типа два-три часа ночи. Я помню, тогда просто даже вот разбудил жену, говорю, слушай, это обязательно надо послушать. Это очень прям... Я просто представляю жену, которую... Ой. Интересно. Проявился. Проявился. Я просто представил себе этой ситуации, где в два часа ночи Саша, который до этого... Ну, наверное, как-то же делился этими мыслями тоже до этого с женой о том, что, не знаю, вы там говорили так иначе о мире, там, об этих, о тех, о колпаках или ещё как-то. А здесь... Дорогая... Эбрика. Да, да, да. Ты должна это услышать. Ты должна это услышать. И всё. И после этого я прослушал, ну, наверное, на тот момент, вот сколько было лекции у Адриана, я их всё прослушал. И меня просто поразилась амологика. То есть вот такой точки зрения я просто никогда нигде не встречал. И я сейчас понимаю, что на самом деле очень... То есть вот вопрос, да, вот как проповедовать, как вот что, какие вещи рассказывать. То есть если человек, у него действительно с логикой всё нормально, то вот взять, если восточную философию, ведическую философию, нет шансов, что человек, ну, вот сможет это не принять. Вот моё мнение. Потому что, ну, настолько всё логично, и любой вопрос он находит ответ, то есть не оставляет там, ну, вот это, скажем... Ну, похоже, что для этого нужно дать время, да? То есть вот интересно, что для какого-то человека эта точка старта будет достаточно, чтобы он уделил этому какое-то время, а для какого-то, ну, вот как ты сказал, что если человек погрузится, даже на уровне логики и с каким-то пониманием пошаговым, там можно эти ответы найти, но для этого нужно какое-то время уделить. Потому что зачастую человек в режиме, ну, типа, мне что делать, нечего, что ли, я на эту ерунду буду... Я чуть было не сказал матное слово, как бы я на это буду уделять своё время жизни. Ну, как бы зачем? Вот у меня вот всё вот это вот. Потому что по факту, ну, люди же уделяют время тому, во что они верят. То есть если они верят, что им принесёт счастье вот это, то они именно туда будут направлять. И похоже, что без этого какого-то такого, ну, вот спасибо, что ты сказал это слово, ну, как бы несчастье, да, бывает у людей какой-то крах, и они с разными вещами связаны. Это может быть крах по здоровью, крах в отношениях, то есть любые какие-то вещи, на которые человек опирался и верил в то, что это принесёт счастье, и вдруг происходит вот этот момент надлома, который хотя бы позволяет на время призадуматься о каких-то вещах ещё. Ну да, наверное, фильтр какой-то чуть он как бы распадает. Фильтрация, да, проходит. Окей, и тогда ты начал слушать вот эти лекции Адриана Крупчанского, и, собственно, какой-то мир начал открываться новый. Ну, открываться мир, но на самом деле я написал Алексею Пигуренко, собственно, кто выложил это видео. То есть я понял, что он знает что-то. То есть он точно вот как бы из всех... То есть мне не стыдно ему, во-первых, рассказать, что со мной происходит, потому что в тот момент... То есть впервые слова «ты врубаешься» означали совсем не то, что раньше, а что-то прямое. Потому что на тот момент, поскольку я ушёл с работы, всё окружение, все друзья, они просто испарились. То есть всё, их не стало. И тоже, да, говорит о, скажем, качестве вот этих всех отношений в этом материальном... материальной гонке. Вот. И я позвонил Алексею, мы начали... Ну, это такой долгий период, то есть там часы на телефоне. То есть я мог ему позвонить вообще в любое время. Вообще ему огромное спасибо за всё, что происходило. Потому что были... На тот момент, конечно же, было сложное отношение и в семье, и с женой, и с детьми, и с ребёнком. Вот. Но мы с Алексеем очень много разговаривали. Он меня со многими познакомил. Познакомил с Адрианом лично. То есть это для меня тоже было определённая такая веха. Познакомил с людьми, которые как раз последователи логической философии. Я, кстати, не знаю, здесь ли он. Я просто помню, что он точно вчера лайк в Инстаграме поставил, когда увидел то, что будет эфир. Не удивлюсь, если надо будет глянуть, потом был ли он в Инстаграме онлайн. Да. И, соответственно, вот ты с Лёшей в этом моменте... Да, да, да. Ну, то есть, собственно, вот это вот полтора года мы прям вот тесно провели. И он меня провёл по всем, скажем, да, вот этим вступлением знакомство с книгами, с людьми, с лекциями. Есть такое понятие, как намахата, встречи, вот, да, обсуждения. То есть как раз вот всё это время. Ну, да, интересно, потому что, собственно, мы же с тобой встретились. Вот то, что ты сейчас сказал, намахата, я так понимаю, что это же и место такое было своеобразное, где были люди с хорошим достатком, с хорошим пониманием жизни. Там был вот Сергей Оселедько, который позже стал... Ну, короче, он сыграл... Да, он сыграл важную роль ещё и в нашей жизни, потому что на Вивахе, на нашей церемонии с женой он был в роли отца для... для... Ну, в общем, чтобы сейчас не путать зрителя, как бы, кто есть кто, но интересно. Это просто то, как мы в том числе познакомились потом на этой встрече дружеской, семейной. Хорошо. Ну, тогда давай, может быть, сделаем, ну, какой-то шаг вот уже ближе к тому дню, где мы сейчас, но через призму веры. Попытайся сейчас... Логика – это одно. Окей, ты на уровне логики какие-то вещи стал для себя анализировать, ты стал задумываться там о карме, о том, ну, как это всё устроено, вот этот вот некий центр, личность, да, какие-то роли, которым играем, что есть что. Окей, у тебя более-менее какая-то картина мира возникла. Но вот я даже, когда пометку это делал, ты сказал про ценности и мировоззрения. Попробуй сейчас посмотреть, как на протяжении этих лет у тебя менялась или усиливалась вера, то есть вот и вообще Бог как таковой, ну, то есть ты же по-прежнему, наверное, как это говорят, не видел, в то же время ты, может быть, его видишь на каких-то изображениях, давай попытаемся вот в эту более тонкую такую сферу пойти, что для тебя вера, как ты ощущаешь ее, вот, ну, да, попробуем немного об этом. Ну, это, мне кажется, вера, это очень такая субъективная вообще вещь, такой реализованный какой-то личный опыт каждого, который подтверждается определенными событиями или какими-то личными ощущениями. У каждого оно субъективно свое, то есть у кто-то, я всегда, ну, даже до сейчас, например, смотрю на людей, которые уже давно на духовном пути, и когда они говорят о тех эмоциях, которые возникают у них при посещении храма или расставании с божествами, или вот, ну, какие-то такие вещи, ну, то есть для меня это, я понимаю, что это уровень эмоциональный недостижим, да, вот, то есть их, как бы, уровень реализации такой, да, вот, в моем случае это было, во-первых, понимание, что, ну, мы не венец творения, вот это факт, то есть есть явно что-то выше, то есть это уже, как бы, дает понимание, ага, окей, то есть если кто-то выше, значит, к этому выше можно как-то обратиться, как-то можно просить защиты или, ну, какой-то такой, в такой медитации, ну, потому что вся наша современная наука, школа, образование и так далее, она говорит, что мы управляем всем, человек венец творения, мы, значит, здесь все выжимем, что нужно. Просто получив знания и став сильнее, ты, собственно, и будешь, ну, как бы выше по кормушке. Да, 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 а вот то, что этот мир, это весь этот мир, это иерархия, там, из самых таких базовых элементов до человека и дальше более высоких, там, полубоги-боги, там, и так далее, эта мысль, она, конечно, ну, ставит тебя в перспективу такую, как бы, ну, немножко, как камера, да, как на айфоне, так она немножко... Зум-аут. Зум-аут, да, то есть ты понимаешь, что где ты находишься и в этом смысле ты, ну, по сути, ты как бы не на первом месте, вот мне понравилась эта фраза, так что просто нужно понять, что ты не на первом, а ты на почетном втором, и в этом смысле как бы... Ты мне сейчас напомнил две вещи, одна история из... Часто Адриан ссылался как раз на Шлопрупаду, там есть одна история, где у него был ученик, реально очень прокачанный, ну, вот в плане навыков, он был очень сильный руководитель, и ему очень легко удавалось манеджировать очень большие проекты, и прям в то время это было, вот активно и нужно, в Америке все это происходило, и он как-то ему сказал, я сейчас не дословно, но есть, значит, такой-то, такой-то, который сейчас на такой-то там 26 Avenue, города Нью-Йорк, где сейчас находится, там, не знаю, 15 миллионов жителей, Америки, где сейчас проживают, там, я не знаю, 200 миллионов, который лишь один из континентов, семи континентов планеты Земля, где проживает, я не знаю сколько на тот момент, там, 7 миллиардов людей, который является там лишь малюсенькой планетой в одной лишь из галактик, которые, там, до какой-то степени изучены, известно, ученым, на самом деле находящиеся, плавающие в бескраничном космосе, пространстве, который, несмотря на это, думает, что он повелевает всем вокруг. Поэтому я не знаю, насколько там почетное второе место, но, в общем, какое-то место явно, да, то есть, хотя бы, это, на самом деле, большой шаг, когда хотя бы мы вот на этом уровне отдаем первенство Господу, но по факту, если посмотреть, ну, как бы, наша роль такая вот, как клеточку тела, ну, сколько здесь, там, я не знаю, не помню сколько, там, наукой более-менее это прикинуто, ну, короче, миллиарды, миллиарды клеток, вот, если одна клетка начинает думать, что она центр всего этого, ну, не знаю. Да, да, все так, все так. И, хорошо, тогда вот этот момент, когда с новой какой-то верой ты начинаешь менять свой образ жизни, ну, настолько, что в твоей, как бы, системе координат возникает вопрос, ну, видимо, что я могу сделать, то есть, вот, все то, что мы здесь видим, это уже некая такая твоя активная, ну, позиция, что ли, в мир, да, ты начинаешь служить, ты начинаешь что-то делать для людей, и это тоже большой шаг, потому что, ну, люди начинают тебя отождествлять с этим. То есть, вот, как и в какой момент ты почувствовал импульс к тому, чтобы отдавать, и, ну, я не знаю, ты, наверное, про себя это не скажешь, но я знаю, что ты и жертвуешь много на развитие самых разных благотворительных проектов, но давай вот немножко сфокусируемся вот на этом твоем детище, как и в какой момент, вообще, ну, то есть, вот музыка, мантры, и то, что потом стало 108 рекордс. Окей, ну, вообще, моя музыка, она всегда, моя жизнь была всегда была связана с музыкой. я обучался на музыкальной школе на фото-пиано, я сам освоил гитару, я играл в группах, выступал, записывал, то есть, ну, то есть, если так посмотреть, то вот моя жизнь всегда была связана с музыкой, и даже вот сейчас, тоже вот вспоминая, я родился и вырос в Казахстане, и в 14 лет переехал в Москву. И в Казахстане, ну, то есть, это вот такой очень совсем маленький город, у меня было такое сложное взросление, потому что у нас, у меня не было отца, был отчим, у нас были такие очень, скажем, сложные отношения. И на тот момент я пошел в, записался на бальные танцы. Просто представь, в Казахстане, где-то в маленьком городе, бальные танцы, а меня просто поразило... Ну, ты не знаешь этого факта во мне, но я тоже занимался бальными танцами. Да, ты что? Да. Ну, все, танцуй. Но меня поразила та музыка, которая звучала на площадке, и я просто как вот, реально как такой в гипнозе каком-то. Ну, то есть, во-первых, та музыка, которую в то время нельзя было послушать на Spotify, на Яндексе где-то, да, а ей нужно было, ну, то есть, вот я просто понял, что я хочу выходить там три раза в неделю и был на площадке. Я понял, что музыка, это просто вот, ну, она меня наполняет, спасает, и мало того, что можно было не быть дома, а быть где-то, да, ну, и в том числе быть рядом с музыкой. Вот. и, собственно, вот эта музыкальная ценно-музыкальная составляющая плюс маркетинг, управление, все, что связано с коммуникациями, вместе все эти, скажем, навыки в какой-то момент, когда ты уже вот проходишь, выходишь из этой ямы, как ты сказал, хочется как-то естественно появляться желание отблагодарить. И у меня было много всяких разных идей, думал, как же можно вообще послужить тем людям, которые... И даже мало того, чтобы послужить тем людям, хотелось рассказать вообще, что со мной происходило, и, возможно, даже кому-то это может помочь. У меня были разные идеи, даже в свое время, значит, сайт проката музыкальных инструментов для, вот как раз вот намахат, для проведения киртонов, там, киртон мобайл, мобильный киртон, вот, аренда, там можно было купить все разные инструменты и вот сдавать в аренду. Ну, в общем, много было всяких идей, но впоследствии я познакомился, я был на одном мероприятии мантра-йога, и там я увидел артиста, музыканта Ананту. Был он и был такой Харидас. Меня это вообще просто поразило. Во-первых, ну, как Ананта, он с горящими глазами вот там, там не все было, как бы, все идеально, да, то есть там, ну, вот, тем рвениями, то, как он это делал, и та музыка, которую они исполняли, меня это вообще просто поразило. Вот, и я просто запомнил это вот ощущение, и потом мы познакомились уже с Ананта ближе, и, по-моему, как раз вот ты тоже как-то посодействовал, да, сказал о том, что они хотят как-то двигаться, да, за что-то записывать. Да, но там был какой-то момент, что мы, по-моему, искали друг друга, но просто, да. Да, в общем, вот этот коннект произошел, и мы начали работать, ну, то есть, вот сама идея, что можно создать музыку, записать, да, то есть, вот очень было много сил брошено на то, чтобы создать нечто, вот именно все идеи Ананты, которые были на тот момент, и поскольку Ананты тогда только был начинающий музыкант. Да, и сейчас, ты знаешь, я небольшую вставку сделаю, потому что, возможно, не все из вас пока знают, хотя, наверное, находясь в кругах осознанных каких-то комьюнити, уже практически невозможно было пройти мимо тех или иных концертов и записей, надо не, на пальцах это не объяснить, вам нужно просто Гоу Киртон вбить в каких-то из платформ музыкальных, на которых вы слушаете музыку, чтобы понять, что они делают. То есть, это, знаете, как такая революция, которая произошла, когда очень высокое качество музыки, подачи, вообще подхода к звукозаписи пришло в мир мантр, и на стыке двух уникальных культур вот родился вот этот синтез, этот симбиоз того, что сейчас является Гоу Киртон и являет Саша вместе с командой. Соответственно, Ананта — это фронтмен вот этого Гоу Киртона, и, ну, собственно, вся эта магия произошла после этого знакомства. Да, и вот на продюсирование первого альбома, я, поскольку Ананта только начинал, я тоже был в самом начале пути, и нужно было найти сам продюсера, который бы выступил, вообще, человеком, который создаст вот эту запись «Магию», и сейчас ты будешь смеяться, но на тот момент, я на самом деле сам удивился, мне очень понравилась песня Димы Билана. Не буду смеяться. песня Димы Билана. Я не буду говорить тебе о втором факте измельченной жизни. Хорошо. Да, лучше не... Вот, песня «Океан». У меня просто был момент, когда я участвовал в реалити-шоу, я немножко знал его, Юлию Ващекину, которая у нас участвовала тоже, и там, ну, Тимати, Би Клаб, вся эта история по этому, так чуть-чуть. Ну да, и вот меня поразила одна песня, она прям, ну, действительно была сделана, как будто вот вот есть все творчество, а есть вот эта вот песня отдельная, песня «Океан». Очень крутая. И я подумал, блин, вот это, конечно, нужно связаться с этим человеком. И чем это была такая, ну, совсем дикая идея, то есть, ну, как кому, что писать. В итоге удалось найти контакт, сайт отправил, этого оказался продюсер Антон Шаплин, он работал, на самом деле, ну, и работает со многими звездами, и, собственно, он согласился встретиться, обсудили, он максимально открытый человек, то есть, был готов ему даже, ну, то есть, не даже, но в целом, потому что мантры, то есть, он как бы не воспринял это как-то очень, так, это... Ну, да, у нас был только что этот опыт с нео-оркестра, мы искали полноценный готовый оркестр для недавнего фестиваля, но мне тоже повезло, что дирижер был очень такой open-minded личностью, и они обняли эту идею в итоге, ну, вообще, вы кстати, сотрудничество, ну, соответственно, вот и Антон, да, он... Да, он был очень вдохновлен, и они вместе с Анантой очень долго работали на том, чтобы создать первый альбом, то есть, первый альбом Говинда, который вышел в 2019 году, сначала он был записан, да, то есть, вот как это последовательно, то есть, альбом был создан, был записан, а затем это нужно было выпускать, чтобы выпускать, то есть, для этого нужно, значит, я начал изучать эту тему, ага, окей, есть паблишеры, есть лейблы, музыкальный лейбл, и вот сама эта идея меня просто увлекла, что действительно это может быть что-то больше, чем просто вот помочь коллективу выпустить альбом, и там, в этом может быть вообще реально большая миссия, к которой мы сейчас пришли. И эта идея меня очень сильно увлекла. И вот, собственно, тогда и появилась идея создания лабора. Давай тогда сейчас вот эти две линии, которые мы за время встречи подняли. Та, когда ты говоришь, что я не хочу упиваться этим словом несчастным, потому что знаешь, у людей духовных есть такое «А, вот видите, они значит это...» Потому что у них бывает у самих желание пойти погрешить, и это бывает такая защитная реакция, что они... Я осторожно по этому поводу говорю, потому что не было некой цели. И вот сейчас, когда она проявилась, насколько это влияет на твою работу, ты приходишь в похожую какую-то среду, у вас похожие задачи в том месте, где сейчас ты продолжаешь реализовываться профессионально, повлияло ли это на эту сферу, повлияло ли твое служение, твое занятость, твое вдохновение на твою семейную жизнь, вот какие-то вот эти... Давай посмотрим, как этот центр начал питать вот эти, как ты их назвал, субличности. Ну, во-первых, появилось вдохновение, которое, оно неиссякаемое. технический момент, друзья. Простите. Не могу ничего поделаться. Я выпишу, вырежу запись. Пускай в хайлайт войдет. В хайлайт войдет смех, но не будем знать, откуда, что помогли. На самом деле, действительно, здесь получается два мира, то есть первый мир такой корпоративный, для меня очень понятно, по каким законам он живет. Я в этом уже практически 20 лет, и все очень понятно, на чем это завязано, какие ценности, вот система управления, там, KPI проекта, там, и так далее. И тебе нужно создать команду, которая живет и функционирует немножко по другим законам. То есть топливо, ну, совсем другое. То есть это не всегда деньги, это не всегда... То есть это немножко, действительно немножко другие ценности, другого порядка. А что ты имеешь в виду не всегда деньги? То есть я думал, что наоборот, ты скажешь, не всегда какие-то там высокие мотивы, то есть не всегда деньги, а что еще? Здесь. А, здесь. Я подумал, ты про корпоративный мир. Нет, корпоративный, да, там все очень понятно. То есть есть мотивационная часть, компенсация за проделанный труд, есть определенные корпоративные ценности, которые каждая компания, значит, она внедряет. И я вот думал, да, вот сравнение, то есть вроде бы ценности есть там, есть ценности здесь. В чем как бы это? То есть у меня действительно есть вот этот опыт, когда две команды, они существуют немножко по другим, по разным законам жанра. и в корпоративном мире, то есть ты можешь, там создается смысл вот этой роли, да, то есть вот, и вот эти ценности, которые компания запускает, ну, во многих компаниях есть, да, там сотрудничество, там, не знаю, клиент на первом месте, там еще что-то, такие вот вещи, они как будто вот вот этого коннекта со своим центром, он не всегда происходит. То есть он как бы, когда ты приходишь на работу и вот включаешься в роль вот этой субличности на работе, там ты, окей, есть такие правила, да, но они не питают вот этот центр, а именно здесь команда, она замотивирована потому, что все, что мы делаем, оно невероятно дает проявляться и питает вот именно свое истинное я, вот именно духовное, потому что здесь мы понимаем, почему мы это делаем, мы транслируем это для, по сути, это такая современная проповедь, в таком современном мире, и, собственно, вот я думаю, что в этом есть различие основное. Я пока не услышал за время эфира от тебя слово для Бога, но я дважды услышал слово проповедь, которое, по идее, пять раз более конфессиональное, чем для Бога. Да, а вот я, кстати, у меня вот проповедь, не знаю, почему-то не вызывает таких. Я вот, кстати, для Вегетериан, когда сдавал интервью, там тоже проповедь, вы уверены? Ну, как-то вот меня почему-то не режет слух. Хорошо, тогда, на самом деле, это интересно, что у тебя такое... Ну, для Бога, естественно, для Бога, да, то есть в этом смысле, то есть это, здесь нужно правильно тоже понимать слово «мы служим», да, «наше служение», то есть всё, что мы делаем здесь, это определённый вид служения, ну, это, да, факт. Вот давай поймём тогда, учитывая, что ты писал музыку, и участвовал в каких-то... Нет, писал, не писал, отсылая, да, к своему опыту, как музыканта, выступления с коллективами, если сейчас посмотреть вот на эту творческую сторону, потому что всё, что здесь происходит, это такая вот святая-святых в Москве, того, откуда сейчас точит мантра движения на очень высоком уровне, как, есть ли какая-то разница в ощущениях, в вдохновении, в творческой энергии, когда ты пытаешься делать это для Бога и для людей, и то, как это было раньше, или ты когда на том этапе писал музыку или участвовал, там тоже уже были какие-то более высокие мотивы? Ну, когда, ты имеешь в виду, я был музыкантом, ну, там не было никаких высоких мотивов, там, деньги, слава девушке. Нет, ну, естественно, это разные абсолютно вещи. И здесь, ну, хорошо, давай вот для обычного человека, я не понимаю, что такое дело для Бога, то есть вот, это же не пощупаешь. Хорошо, как делать для девушек славы и денег, ну, вроде как, любому понятно. Как это делать для Бога? То есть ты что, помолиться должен перед этим? Да, ну, давай так, то есть вот какая задача, да, то есть вот вообще вот неся, что простыми словами, что можно было, я не знаю, ну, наверняка твоя аудитория, она уже знакома с такими понятиями, как гуны, да, то есть там гуна невежества. Гуны, по-моему, даже за 40 эфиров ни разу не разносили. Ну, как качество природы, Окей, да, то есть, ну, вот есть состояние невежества, страсти и благости. То есть вот я вижу, что основная моя цель привести людей в гуну благости. То есть я не могу быть каким-то духовным, там, привести к Богу, потому что я не духовный лидер, то есть у меня нет вот этих квалификаций, да, там, и так далее. Но привести на гуну благости, это вот та наша задача, которую мы хотим сделать. И, то есть гуна благости, это как минимум отказ от мяса вегетарианства, это отказ от интоксикации, да, то есть, ну, таким образом происходит определенное очищение. Отказ от мяса в пользу вегетарианства, а то у тебя через запятую получился отказ от мяса вегетарианства, да, да, в пользу от интоксикации, и, соответственно, ты видишь, что вот через музыку люди... то есть, и смотри, значит, вот у меня даже была такая тема, я вот сейчас хочу как раз вот работать лично бренд, спикерство, там, лицового лейбла, потому что этого не было. Вот. Тема выступления музыка меняет жизнь. Научный подход. Научный, потому что, ну, вот та система знаний, на которой я опираюсь, она для меня, это, ну, оно является научным. И, собственно, мантры, это проводники, это, это гуна благости, то есть, если ты слушаешь музыку, слушаешь мантры, ты наполняешься гуной благости, и это как вот там был пример такой очень гениальный, когда есть чернила и молоко, да, то есть, чтобы нужно лить молоко, чтобы выместить, да, вот чернила, заместить тем самым. Вот, собственно, вот мантры, они делают вот абсолютно то же самое. То есть, не нужно никакой иметь подготовки, нужно просто слушать, ходить на концерты, чтобы вот, ну, увидеть людей, наполняться, и тогда гуна благости в тебе возобладает. И что произойдет дальше? Сейчас ты сделаешь, наверное, какую-то реманку. Я хочу пошатить, потому что я помню, ну, просто есть этап определенный у людей, когда, как они говорят, утром йога, вечером дорога, а в моей жизни, когда я в Лондон приехал, знаешь, где я стал вегетарианцем? Я стал вегетарианцем в доме, где жили музыканты, но он, он как бы потребовал от меня, ну, как бы жесткого, я уже, ну, как бы был склонен к этому, я стал интересоваться йогой, как бы вот, сам стал читать какие-то книги, но мне не было такого, как бы, жесткого какого-то фактора, который вот здесь и сейчас. Но в моей жизни человек, который потребовал, что пока я живу в этом доме, чтобы я не приносил никакую мясную пищу, был человек, который, ну, нюхал кокарин, прям дома иногда, и как бы играл на барабанах, поэтому это, ну, как бы путь определенный, то есть, человек-вегетарианец еще не означает, что это, я не знаю, гуна благости, да, или он отказался вот этот... Ну, это с этого найдено путь. Да, конечно, конечно, вот, но когда человек оказывается в гуне благости, у него сразу возникает вопрос, окей, хорошо, а что дальше? И тогда, вот здесь вот, есть выбор любой, любой конфессии, любого пути, и вот, вот наша задача подвести людей вот именно к этой, как бы, точке, чтобы как раз вот человек начал задавать правильные вопросы, то есть, вот эта вот, как бы, мысль, мысль в этом. И тогда еще разок, чтобы подчеркнуть эту мысль, то есть, когда вы делаете музыку для Бога, то, как ты для себя, ну, как бы, дефиниция, которую ты даешь, это мы служим Богу в том, что помогаем людям через музыку подняться вот до этого, до уровня благости, да, и с этой платформы люди уже начинают изучать. Да, если это, как бы, да, если чуть глубже уйти, то есть такое понимание, практика, чем больше людей слышат святое имя, ну, разные имена, да, тем более больше людей получают благо, то есть, ну, или человек, да, допустим. Я, например, кстати, ну, не знаю тоже, насколько это будет слишком конфессионально, да, там всегда вот видел вот этих людей, танцующих на улице, хоринамы, да, в простынях таких сумасшедших присноедок, думал, что вообще происходит, вот пока, то есть, ты видишь форму и думаешь, ну, вот эта форма, я не готов ее принять, но когда ты заглядываешь в суть, да, то есть, вот содержание, ты понимаешь, что они это делают, они делают это для людей, которые на улице находятся, то есть, чем больше людей услышат это имя, тем, соответственно, тем больше блага они получат, вот, и, собственно, вот то, что мы делаем, это как раз и есть такая, скажем, хоринама, но в современном прочтении, когда мы, ну, тем самым, распространяем святое имя. Ты мне, кстати, напомнил, есть совершенно потрясающее стадионное выступление, мне кажется, там сейчас то ли 530, то ли 580 миллионов людей, которые посмотрели, Хилсинк Воршип, и там они, песня так называется, какое красивое имя, What a Beautiful Name It Is, и оно посвящено Jesus Christ, Иисусу Христу, потрясающе, вот, кем бы ты ни был, мусульманином, вайшнавом, буддистом, неважно, вот, прям, это, это поразительно, и я про то, что сама вот эта идея, имени Бога, когда оно исполнено чисто, и когда, ну вот, какая-то музыкальная составляющая еще помогает передать на некое богатство вот этого мира, который пытаются транслировать, там прям до мурашек. Да, то есть вот эта вот форма содержания, мне всегда нравится вот эта вот конструкция, потому что мы не меняем суть, то есть мантры написаны 5000 лет назад, со свеплощенным очень такое мощное знание, мы просто меняем форму, а форма, ну, она по идее должна меняться, чтобы была возможность для людей это воспринять на должном уровне, то есть мы, я бы хотел, ну, и по сути, так и получается, наша аудитория очень молодые люди, там, где-то ядро, там, ну, 20-30 лет, и для них важно слушать, то есть они, допустим, ушли уже от той музыки, которую они слушают, но им нужно, ну, вот остался вот этот драйв и понимание, что такое современное звучание, и именно, собственно, это мы им и даем. Мне сейчас напомнил, что бывают обратные процессы, я недавно увидел клип шанти-пипл, которые были, с одной стороны, одними из пионеров такой довольно современной красивой подачи мантр, а сейчас неожиданно, ну, прям электронно, техно, и ты упоминал слово гун, и вот такое там агунное, ну, то есть там с самыми разными вещами, которые прямо в кадре происходят, ну, странно, ну, в общем, такой, как это в КВНе было, не все йогурты одинаково полезны, вот это тоже все-таки мир мантр, он такой, то есть нужно быть избирательным, ну, любое явление может быть в стрелкунах, ну, да, и вот в рамках того, что сейчас вы делаете со 108 рекордов, то есть к тебе как-то попадают молодые таланты, ты сам их ищешь, как часто это уже какой-то готовый такой созревший плод, или это даже, знаешь, какой-то, ты же наверняка это изучал, вот некий такой обзор мантры сцены как таковой, где по твоим ощущениям, если мы возьмем йогу и степень распространения за десятку по кистебальной шкале, вот как тебе кажется мантра и мантра, и потом святое имя, поскольку это все-таки чуть-чуть такие вещи особняком стоящие, насколько тебе кажется, они уже вышли вот на какой-то уровень узнаваемости, и и какой ты видишь миссию свою для реализации очень много вопросов, я начну с первого, давай так, по поводу артистов, да, две новости, хорошая и плохая, не знаю, есть ли артисты на, вы в эфире, вот у нас количество резидентов, оно вот сейчас закрыто, в том смысле, что мы не набираем новых артистов, ну, во-первых, потому что любой артист это дополнительные инвестиции, то есть, ну, приходит очень много писем по поводу возьмите меня на лейбл, ну, то есть, вот, ну, не всегда есть понимание, что за этим стоит, да, то есть, вот, возьмите меня на лейбл, это значит, инвестируйте в меня, вложите в меня как минимум полмиллиона, и может быть, лет через 10 хотя бы, а может быть и нет, да, то есть, в этом смысле у нас вот количество резидентов на данный момент, оно зафиксировано, и вот оно в таком виде будет существовать, я думаю, что там какое-то время, вот, и, ну, значит, хорошая новость, она заключается в том, что мы можем выпускать музыку, в принципе, любых желающих, мы как раз открыли такую, такую, как сказать, возможность дистрибуции своего музыкального контента, потому что, ну, для артистов, которые вот работают в нише мантра музыка, важно быть услышанным, то, что они делают, соответственно, они должны быть в определенном контексте, с определенными, собственно, возможностями, с определенной аудиторией, мы это даем, то есть, можно, мы оказываем даже поддержку по, значит, созданию обложки, анимации, созданию промо-материала, когда музыка выходит, мы помогаем оказаться в тех плейлистах, где это необходимо, поэтому президенты, вот они, как сейчас есть, мы продолжаем, музыку, пожалуйста, мы можем всегда вам помочь выпустить, это что касается артистов. И поскольку ты сейчас приедешь ко второму, к третьему, я на всякий случай не скажу, я увлекся беседой, увидел, что мы довольно уже длительное время общаемся. Друзья, если у вас будет желание поделиться какой-то обратной связью или задать вопрос, вижу, что Алексей Ситалов, я посмотрю сейчас чуть-чуть позже, да, вижу вопрос, сейчас пойму контекст его, вы можете задать какие-то вопросы или поделиться тем, что вам откликнулось, или просто, может быть, какое-то доброе слово Саше послать в его классном, удивительном пути, это можно сделать вот в крайнем сообщении, в «Дохни жизнь по-новому», и пока, соответственно, Саша, у ребят будет возможность написать уже что-то, узнаваемость мантры, того, где ты сейчас видишь мантры находится, какое-то будущее, которое ты... Да, ну, я думаю, что в России понятно, что это все находится еще в таком начальной стадии с точки зрения аудитории, с точки зрения и артистов, и состава сцены, хотя уже происходят удивительные вещи, то есть я могу сказать, что нельзя не сказать про Сати, ее проект Сати Этника, который просто локомотивом драйвит, то есть у нее какая-то, вот как есть там, специальная... Шахти. Да-да-да-да, Шахти. Я хотел сказать, как-то... В общем, она как раз вот уполномоченная, да, специально уполномоченная личность, которая вот в России... Почему? Потому что она выступает на Первом канале, да, значит... Только с Дебровым, да, было. Да, с Дебровым. Ну, это удивительные вещи, что в нашей, ну, достаточно консервативной все-таки стране это... И на достаточно консервативном канале. Да, и, кстати, надо сказать по поводу вот консервативных вещей. Мы вот, когда ездили на фестиваль равновесия, который делает йога-журнал, мы подавали тексты, песен, которые мы будем... Они, значит, вот органы безопасности, они проверяли, переводили и вот много задавали вопросов. Да, вас, по-моему, там отвоевали даже, чтобы все было. Да-да-да. Прежде всего, это такой еще период, как бы, ну, да, то есть знакомство мира с матрами. Для многих это по-прежнему еще такое... Ну, то есть это был Абрау-Дюрсо, город морских, город русских моряков, в общем-то, новороссийский. Там очень так к этому... Ну, кстати, сказать, там был казачий хор, который пел песню из Махабхарты. То есть это вот Александра, которая руководитель на его журнал, надо дать ей должное, она, конечно, активно взялась на популяризацию мантр. Вот, собственно, да, в России пока все это в начальной стадии, но позитивные тренды очень, ну, движутся очень все быстро. Ковид очень сильно подстегнул, когда люди начали как раз вот обращать внимание на себя и вообще вот какие-то вещи, что происходят с ними вокруг. и все поняли, что как бы, ну, просто с материальными средствами справиться сложно. Вот, но, конечно же, основные тренды, основная аудитория это Запад. Это Штаты, Англия, Европа. Вот, собственно, вот с точки зрения бизнес-модели мы таким образом и строим, что у нас стриминг, то есть это прослушивание, мы больше ориентируем на Запад. Собственно, там мы получаем достаточно хороший стабильный доход именно от стриминга, а в России мы формируем комьюнити, комьюнити, который уже в дальнейшем можно, ну, для проведения концертов, программ там, ну, и так далее. Но в мире, конечно, ну, надо сказать, вот совсем недавно в церемонии самой главной, награды Грэмми уже раньше была такая категория, как world music. То есть world music это было все как бы не американское, не английское, скажем так, вот все это как бы было world. А недавно появилась такая категория как chant music. Это прорыв. то есть это уже, значит, ну, да, и chant, соответственно, у нас же нет пока как такового адекватного слова в русском. То есть chant, ну, как бы, воспевая у нас мало что. Да, здесь, и на самом деле, вот, сама как бы мантра музыка, она тоже такое понятие, но, ну, вопросы, да, то есть как бы правильно, потому что мантра музыка может быть в поп-стиле, мантра музыка может быть в рок-стиле, да, то есть мы эту категорию, да, обозначаем, но вот, да, в Грэме они сделали интересно очень, что это на chant категория. и что важно, потому что элемент воспевания, то есть если посмотреть корни мантра музыки или киртана, да, которые как форму групповой медитации, где мантра поется, то вот этот элемент воспевания или восхваления, то есть это, по сути, есть некий намек на прославление источника, прославление Всевышнего, то откуда все пришло и то чьи имена поются. Поэтому тот факт, что как будто бы как бы неконфессионально привнесено это слово, на самом деле оно подтягивает целый класс культуры, который состоит в том числе духовной музыки. Ну и ты видишь, соответственно, что вот оно будет как бы как-то upward trend. Да, я уверен, что в России будет все это развиваться, мы приложим максимально к этому усилия, потому что, да, у нас много резидентов, но я хочу, чтобы был такой, как сказать, у нас успешный кейс, да, то есть у нас не всегда мирового какого-то. Да, 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 то есть, ну, сейчас есть все возможности, все ресурсы. Те, тот, скажем, материал, который мы сейчас готовим к релизу, это, ну, то есть вот Go Kirtan, второй альбом, который сейчас выйдет, вторая часть одного большого альбома. Magnificent Impurity был акт-1, сейчас будет акт-2. группа T'Hira сейчас готовится к выпуску альбом просто, ну, очень высокого уровня в точке музыкального продакшена. У них оно прям ждало своего часа. да, 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 Поэтому я уверен, что вот мы можем хорошо прозвучать и на мировой сцене. Так, хорошо, давай сейчас тогда еще вопрос задам, и мы, наверное, будем после этого подходить к финальной стадии, может быть, какое-то направление, вещи слова. Ага. Так, ну, здесь вопрос, в каком виде творчества было бы интересно взаимодействовать, театр, кино, музыка, но я так понимаю, что у тебя фокус. Хотя, если говорить в театр, ты тоже... Мы на самом деле, мы как студия звукозаписи, мы работаем в формате, так сказать, создания, да, музыки, создания рейдж-ролл. И не только для артистов, а в том числе, вот мы недавно есть такая выставка Deep Inside, которая проходила в Московске. Я слышал. Deep Inside это выставка, которая показывает, по сути, проводит по разным пространствам, через аудиовизуальные такие средства, такое путешествие души. И мы создавали именно музыкальное такое вот оформление. То есть, центр Марс, то есть, это московский... В общем, центр Марс. Поэтому выставки, в целом, мы открыты к сотрудничеству и с театром, в том числе, у нас сейчас тоже идет работа с одной постановкой. Я просто рад, что... Ты знаешь, бывает такое, ощущение, ой, все уже создано, ой, значит, вот как-то оно это... А здесь, похоже, что многим из нас просто повезло видеть момент рождения и увидеть вот этот путь, который, ну, как будто бы, вот прям, Богом уготовано, чтобы оно прогремело в лучшем смысле этого слова. Поэтому спасибо тебе большое за то, что ты это делаешь. Если хочешь, может быть, какое-то финальное напутственное слово тем, кто в начале пути, может быть, в поиске, может быть, на том самом перепуте, на котором ты был когда-то? Или, может быть, знаешь, как совет тебе тому, и вот если кто-то ощущает, что он пока на этом перепуте, вот идти или не идти туда, какой бы ты совет дал себе вот тогда? Ну, я думаю, что просто нужно иметь миссию. Вот я пришел к этому, что нужно иметь миссию. Она, возможно, будет у кого-то там разная, да, с точки зрения масштаба, но она будет меняться, и миссия, поскольку она не может быть какой-то такой конечной, то вот эта цель, да, она должна быть не в материальном мире. То есть это должно быть что-то точное из мира духовного, вечного, которое всегда меняется, и тебя будет максимально вдохновлять. И вот миссия, она, ну, я как, да, отец, и как мужчина могу сказать, что вот для мужчин сто процентов это вот как бы обязательно к чему нужно стремиться. Must have. Must have, да, вот. И просто миссия, просто думайте об этом и задавайте вопросы, а в чем как бы моя роль, в чем как бы вот я, в чем я могу вообще этому миру послужить. И я думаю, что все как бы вот оно придет. Вот, ну, на фоне нужно слушать мантры здесь. Когда, да. От 108 лет. От 108 лет. Тогда вот миссия, она будет. Тогда мы придем гоним благости и тогда откроем. И останем дальше, да. Хорошо, здесь приходит благодарность, вот в том числе от Юлии. Потрясающее интервью, спасибо за возможность узнавать интересных людей глубже. Друзья, мы будем рады какой-то вашей обратной связи тоже. Для Саши это в каком-то смысле новый опыт. Вот он сейчас поделился сегодня, что в целом ему сейчас становится интересно развивать это и как личностный бренд. Раса, кстати, глава Медиа Хогнит и Бюджетерин тоже слушала, супер интервью. Привет, Раса. Ясно пишет, для тех, кому нужно прям сэкономить время, слово мантры я услышал два года назад. Мне 56. Лучше прийти к этому раньше, чем позже. Целые тысячи. Точно 100%. Да. Спасибо вам большое за ваше внимание. Воскресное утро. Я очень рад, что удалось сегодня пообщаться с Сашей. Давайте следить за его подвигами и присоединяться к тому, что они делают, потому что это обещают совершить маленькую, а может быть и большую революцию. Спасибо. Спасибо. Сейчас нужно кому-то добраться. Это буду я.